Волейбольный центр на три дня стал местом сосредоточения красоты, женственности и грациозности. За призы легендарной спортсменки Ольги Капрановой боролись около 500 юных гимнасток из разных стран. В этом году у нас первые команды из Японии, у нас первые команды из Голландии. А так к нам приезжают постоянные гости Грузия, Казахстан, Канада и по городам Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Архангельск, Балашиха, Подольск. Это вот, которые я сейчас помню, они уже выступали. Московские школы, Мособласть, то есть и Тимцово, Звенигород. За эти годы турнир стал не только традиционным, но и классификационным. В рамках соревнований участники могут выполнить спортивные разряды. На этом турнире можно присваивать разряды. Первый взрослый разряд и разряд кандидат мастера спорта, что очень важно для детей, потому что это показатель их работы и работы тренера. Программа соревнований включает в себя индивидуальные и групповые упражнения. Международное жюри оценивало их сложность, а также технику и артистизм участниц. Кроме того, гимнастки выступили с показательными номерами. Многие гимнастки впервые участвовали в турнире такого высокого уровня. А, как известно, первые шаги, тем более в большом спорте, даются нелегко. Синяки всякие, булава падает на голову иногда. Самое тяжелое, это когда девушка уже растет, переходный возраст, она поправляется. Может быть, как-то даже не только физически, но и морально это тяжело. У меня была травма колена. Я готовилась к серьезным соревнованиям. Это когда еще в личной программе выступала. И у меня вылетела коленная чашечка. Через боли, через мозоли, чтобы, если им больно, терпеть. Гостями турнира стали и заслуженные спортсмены. Те, кто уже покорил Олимп, знают, что на пути к нему главное не сдаваться. Деткам, конечно, хочется пожелать, чтобы они получали от тренировок и, конечно же, от соревнований удовольствие, чтобы они занимались любимым делом, старались и верили в себя. И, конечно, главное пожелание хочется адресовать их родителям, которые на данном этапе спортивной жизни своего ребеночка, они так играют значительную главную роль. Хочется пожелать, чтобы родителям, если вдруг ребенку не получается или что-то не срослось на соревнованиях, чтобы они не добивали, как говорится, такое слово, а поддерживали и внушали своему ребенку то, что он самый-самый лучший. И когда-то он сам в это поверит, обязательно начнет хорошо выступать. Пожелала бы, наверное, каждый раз вставать после падения, потому что их будет немало и дойдет до конца только тот, кто станет на один раз больше, чем упал. Победительницы, которых было немало, получили восторженные аплодисменты, подарки, поздравления и свое собственное место на Олимпе. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.